И у него не хватало вот этого вот понимания отцовства. И поэтому он не мог уделить достаточного времени своим детям. И это была большая проблема. Потому что он и не понимал тогда действия Бога. Он принимал их на веру, насколько это было возможно. Но конфликт развивался. И очень сильно развивался. И во второй книге, во второй книге Ио мы будем с вами рассматривать. Вы помните, что я не оговорился, правда? В книге Ио есть три книги. А как мы с вами определяем, что вот это первая книга, это вторая книга, это третья книга. Как мы с вами определяем это? Давайте мы посмотрим сейчас на следующий слайд. Вы помните, да? Эту схему. Что вначале идет духовная книга, потом идет психологическая книга. Да? Или мы называем ее душопопечительская книга. И потом где-то опять духовная книга. Ну, а как мы это определили с вами? Что действительно это так? А может быть, я просто взял и придумал это представление. Итак, да, структурно мы видим это в виде того, что идет сначала проза, потом идет поэзия, а потом опять идет проза. Пожалуйста, давайте вспомним еще один с вами слайд, еще одну тему, которая нам напоминает. Скажите, пожалуйста, где больше всего выражается критическая точка в книге? В какой части книги, как вы думаете, мы должны увидеть это напряжение? Ну, я думаю, что в центре, да? Помните, мы говорили с вами о структуре хиазма? Помните? Покажите внимательно, вспомните, что собой представляет структура хиазма. Вы помните, да? Был человек, умер Иов. У него было столько-то вот детей, да? Потом Бог опять дает детей в конце книги, да? У него было столько-то богатства и так далее. То есть мы видим с вами, начало и конец, они напоминают друг друга, потому что это рамочка. Это рамка. И с одной стороны мы сможем с вами рассматривать цельности книгу всю. И центральная часть – это как раз вот эта психологическая или духовно-пописческая книга. Это самое главное. А рамка – это духовная. То есть мы должны это все рассматривать во свете духовности. Но также мы можем отдельно рассматривать духовную книгу, то есть состоящую из первой и третьей части. Или можем рассматривать отдельно душопописческую книгу, то есть вторую книгу, вторую часть, как мы говорили. Скажите, пожалуйста, вот если мы берем с вами, просто рассматриваем духовную книгу, то на что там делается ударение? Что хотел автор передать? Какое послание, когда мы с вами рассматриваем первую и третью часть? Праведник обязательно устоит и получит награду. Эта часть стимулирует нас к верности. Невзирая на то, что мы не понимаем Бога во многом. Но если мы с вами непорочные, значит, праведные по-другому, богобоязвенные и удаляющиеся от зла, значит, мы с вами обязательно устоим. И это оценят другие люди. И мы получим награду. А в чем заключается награда? В чем заключается награда Иова, как справедливого, непорочного, богобоязвенно удаляющегося от зла? В чем заключается эта награда? Как вы думаете? Что? Отлично. Да, познание как Бога, как Отца, это самая большая награда. А еще следующее, что очень тоже важно, что, кстати, отразилось тоже в жизни Иисуса Христа. Какое положение занял Иисус Христос после Своей смерти и воскресения? Как Ходатай. Он стал Ходатаем за все человечество. И Иил тоже получил право стать Ходатаем. Вы помните, он Ходатайствовал за своих детей и за неуверенностью. Потому что отношения были неглубокими именно со своими детьми. Но здесь он занимает позицию уже другую. Точнее, Бог ставит на его позицию. Он и не собирается быть Ходатаем. Но Бог его ставит. И таким образом он сознательно выступает как прощающий. Как прощающий. Ведь те люди, которые сделали ему больно, он должен их простить. И он добровольно занимает позицию Ходатаем. Только человек, который простил, может стоять в проломе за других. В этом великая награда именно прощения как воспитательного процесса. хорошо, друзья мои. А если мы с вами рассматриваем, например, среднюю книгу, да? Если мы с вами рассматриваем вот эту душу-попетительскую книгу. Как вы помните, я просил вас прочитать эту часть дома. Я просил, чтобы вы взяли маленькое резюме и имели свое представление об этой книге. Как вы думаете, какое же послание заключается в этой книге? Кто-то может сказать по этому поводу? Что же важного отражается в этой части? Ну, хоть какие-то наброски, пожалуйста. Я не говорю, что вы попадете сразу же в десятку, отвечая на этот вопрос. Главное, что мы с вами должны иметь точку отсчета в наших пониманиях этой части. Ведь мы собрались сегодня, завтра и послезавтра, если Господь позволит, соберемся для того, чтобы вместе с вами изучить по возможности главное направление этой второй книги. Пожалуйста. Итак, давайте возьмем точку отсчета. Чему учит эта часть нас? Возможно, будет несколько объяснений. Так. Тогда я попрошу. Попрошу. Кто улыбается. Так. У нас улыбается сестра и брат. Но мы начнем с братом. Все-таки брат лидер. Он должен перейдеть. Как Адам был первым сотворен, значит, у него вся ответственность. Пожалуйста, Адам. Вопрос заключается в том, во-первых, ты прочитал вторую часть книги его. Прочитал. Спасибо. В этом ты уже сделал очень важное дело по отношению к уважению и к этой книге, и к самому автору, и к Духу Святому, к Иисусу Христу, и к Отцу Небесному. Но вот когда ты прочитал эту книгу, какие-то появились мысли или ничего не появилось? Пожалуйста, пожалуйста, дайте микрофон. Что все, все вот эти испытания, ну, в конечном счете Иов приносит жертвы за своих друзей. И все это то, что они говорили против него, ну, друзья, что ты там неправильно живешь, неправильно это самое с Богом у тебя отношения. И в конечном счете он приносит за них жертвы Богу. Поэтому ты хочешь сказать, что вторая часть это часть, когда терзали Иова и он переживал Голгофу. Ну да. Может кто-то что-то хочет добавить? Может быть, вы не увидели здесь именно выражение пороческую весть о Голгофе. А в чем тогда заключаются вот эти признаки Голгофы? Давайте сделаем параллельную связь между нам известной Голгофой, согласно Евангелии, с тем, что мы читаем с вами книги Иова. Гевсиманскому саду. Но я думаю, что Гевсиманский сад это состояние, когда еще не пришли его и не взяли. И он смиренно говорил, да будет воля твоя, Отче, когда указывал, Господь дал, Господь взял. И так, Гевсимани, мы с вами уже согласились, это было вот это одиночество, это первая и вторая глава. Но почему вот вторая книга, это поэтическая книга, это Голгофа? То есть иллюстрация Голгофы? Ну, потому что Иов испытывал страдания. Хорошо, в чем они выражались? Пожалуйста, пожалуйста, кто хочет что-то говорить, давайте говорите. Он испытывал страдания один, и никто его не понимал, они его все осуждали. Да, на Голгофе к сожалению сказано, что Иисус Христос там топтал, тащил один. И даже было такое состояние, что Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Помните, подобное что-то переживал Иов. И так одиночество, непонимание, что еще? И только осуждение было со стороны никто не Да, совершенно, насмешки и осуждения. Ну и физическая боль. Да, не забывайте, что была физическая боль. физическая боль, очень сильная. может быть еще какой-то третий элемент мы с вами найдем, что связывает как бы эту часть с Голгофской именно страданиями Иисуса Христа. Ну в миниатюре, да, мы говорим, как бы тень, указывающая на будущее. Да, это отличие, отличие в отношении Иисуса Христа, потому что Христос умирал за других, и он умирает для себя, но ради других. Он этого не знает, он должен стать Ходотаем, стать великим священником Ходотаем для его друзей, для тех, кого он должен простить. Пожалуйста, может, все-таки найдем третий элемент, который связывает описание книги Иова с описанием страдания нашего Господа на кресте. Пожалуйста, микрофон. Ну, как бы, когда я вспоминаю о Голгофе, то в первую очередь для меня слово прощение. То есть, Иисус нас там простил. И, если мы делаем какие-то аналогии с Него-Иова, может быть, Иов друзей, которые не понимали его, он как-то образом прощал. Да, прощал. Есть очень интересный псалом, 21-й псалом, который начинается словами «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил». Вы помните, да? Сейчас я постараюсь прочитать его слух с вашего позволения. и вы послушайте, пожалуйста, и подумайте, о чем описывается в этом псаломе. Вот это из двух частей. Часть, где описывается страдание, и потом часть, где указывается прославление страдальцев. Итак, 21-й псалом. Начальник ухора при появлении зари салом Давида. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Вдалеке от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не мнемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы. На тебя уповали, и не оставались в стыде. Я же черви, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей. Ты Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось как воск, растаяло посреди внутренности моей, села моя и сохла, как черепок, язык мой припнул к гортани моей, и ты свел меня в персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, дерят ризы моей между собою, и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою, и от псов одинокую мою, спаси меня от пасти льва, и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. буду возвещать имя твое, братья моим, посреди собрания восхвалять тебя. Это же вторая часть, часть победителя, страдалец, который победил, победил одиночество и самого себя. Боящийся Господа, восхвалите его, всю семья Акова прославь его, да благоговеет пред ним всю семья Израиля, ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей возвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимся его, да едят бедные насыщаются, да восхвалят Господа ищущие его, да живут сердца ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и он владыка над всеми народами. Будут есть и напоклоняться все тучные земли, преклонятся пред все нисходящие в персть, и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Итак, вторая часть 20-го стиха по 13-й стих это уже прославление, оно связано как бы порочески с воскресением, с вознесением и утверждением царства Мессии на земле. Но первая часть сострадающего Мессия. И сейчас я бы хотел чтобы вы посмотрели на этот 21-й салон, на начало и определили несколько характеристик, которые напоминают вам и Иисуса Христа, и это можно привязать к страданиям Иова. Согласно второй книге, второй части книги Иова. Пожалуйста. Итак, самое первое, что мы с вами замечаем? Да, но обратите внимание, там есть очень важное слово. Я вопию. Но об Иисусе Христе мы знаем, что он был безгласен. Что он не вопил или вопил. громко возопил. Нет, не Гессимания, страдания на Христе. Да, это был вопль. Это был один раз вопль страдающего человека, переживающего депрессию. Вопли приходят от депрессии, или не так? Это отрицательная сторона воплей. Другая вопль это вопль победы, да? Совершилась. Он громко возопил, да? Вкрикнулся. Совершилась. И предал дух. Поэтому вопль, вопль. Можно ли сказать и утверждать, что Иву вопит? Да он постоянно вопит. Он постоянно в этой части вопит. Он кричит. Почему мы с вами потом будем рассматривать? И он тоже переживает подавленность. Хотя он борется, старается бороться. Как же он борется? Как, например, боролся с подавленностью, которая нагнеталась и физически, и духовно на Иисуса Христа на Долгофе? То есть, понимаете, что когда идет речь описание о тельцах, о динороге, кого мы подразумеваем с вами? Бесов. То есть, он видел то, что люди не видели. А что можно сказать Иове? Он притесняем был людьми. Но можно сказать, что там тоже были силы зла? Возможно, да. А может быть, роль людей была такова, что не надо было этим и бесам вмешиваться. Поэтому признаки подавленности Иисус Христос побеждал согласно 21-го псалма как, когда обращал взор на кого? На Бога. Хотя он его не видел, но он жил воспоминанием, памятью. на тебя уповали отцы наши. Уповали и ты избавлял их. Вы помните? Вот то же самое мы можем говорить и об Иове. Он тоже вспоминает. Только возможно вспоминает уже не прошлые истории людей, а свою историю. Были такие моменты, когда он вспоминает, что Бог делал в его жизни прекрасную. Потому что память можно использовать и во вред, как предание. Мы будем сами рассматривать проблему одного, второго и третьего душепопечителя. Почему они не помогли и были жалкими утешителями для Иова. И одной из причин одного из утешителей является в том, что он ссылался на предание. А предание говорило, что отцы всегда считали, что если человек страдает, значит он грешник. Праведник не страдает. У такого было предание, и оно с поколения в поколение и шло. Поэтому предание может быть положительным и отрицательным. И Иисус Христос использует опыт памяти, вспоминая о том, что Бог был верен по отношению к Израилю. И он его не оставил. Тем паче он не оставит кого? Человека Иисуса Христа. Что пройдет это тяжелое время тьмы, и вновь будут отношения между отцом и сыном восстановлены. Дальше, кроме того, что мы видим здесь с вами элементы подавленности, что объединяет Голгофу и страданием уже известного нам Иова. Что мы еще можем видеть, какие общие параллели согласно 21 Псалма. Седьмой стих, пожалуйста, давайте мы посмотрим 21 Псалма. Он даст нам подсказку. Я же черви, а не человек. Вы представляете, что это за выражение? Представляете, вот это самое мог сказать в свое время Иисус Христос, когда был разделен с отцом. А почему так сказал? Правда, немножко кромольно звучит, непривычно. Почему он мог так сказать о себе? Почему он отождествляет себя с червем, а не с человеком? Потому что человек всегда связан с Богом. Хочет он того или не хочет, он всегда связан с Богом. Но когда разделяется он с Богом, то он может себя отождествить с червяком. И помните, сказано Иисус Христос, говорит, что те, которые попадут в озеро Огненное, вечное мучение, они будут как черви. И червь их не умирает. То есть они себя уже не будут видеть человеком. Они не превратятся в червяка, как некоторые говорят, богословы. Что люди, которые будут находиться возле Огненного, будут видеть червей, такой человеческой головой. Ужасное зрелище, правда? Жуть. Нет, но они будут себя чувствовать этим червем. не представляете, какое состояние агонии переживал Иисус Христос, что же человеком не чувствовал себя в разделении с отцом. Вот почему такой вопль был, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Было ли такое в отношении Иова? Помните, да? Но это было добавленное, добавленное восприятие, оно было недействительно то, что он переживал. Это его приукрашение, да? Это его национальная окраска того, что к нему относятся не как к человеку и как к какому-то червяку. Поэтому Иова немножечко по-другому смотрит на себя как червя. Он не червя, он человек, но он себя, он просто поверил и посчитал, что он и к нему относятся так, как к червяку. Дальше восьмой стих. Давайте мы посмотрим еще одну параллель. Что же отразилось еще в Голгофе и что напоминает нам книга Иова? Пожалуйста, что объединяет как бы их. Все видящие меня. Да, 19 глава, да, воспоминания Иова говорят о том, что сначала ко мне так хорошо относились, но когда я заболел, то все от меня отвернулись. Даже маленькие дети, не говоря о своей жене. Все отвернулись. То есть внуки, правнуки и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Родственники. Все. То есть не просто одиночество, а подавленное одиночество. Ты чувствуешь себя чужим на этой земле. Лишним. Это страшное состояние одиночества, когда ты чувствуешь себя лишним. Что происходит обыкновенно с такими людьми, когда они чувствуют себя лишними? Что они совершают над собой? Самоубийство, совершенно верно. Да, суицид. Поэтому, когда вы общаетесь с кем-то и люди говорят, я никому не нужен, смотрите, это уже потенциально человек, который может наложить на себя руки. Только уже какие-то внешние воздействующие факторы. Поэтому человеку надо сразу прийти к чему? объяснению и к покаянию, чтобы он отказался от этих слов. Почему? Потому что мы с вами немножечко знаем систему, что житие отражается в действиях, действие отражается в словах. Слова это плод мысли. Мысли, они связаны с отношениями, ценностями на престоле. Тогда вот это идея. Я никому не нужен. Я лишний. И эта идея его убьет. Рано или поздно. Поэтому нужно что? Свернуть с престола эту идею, которую он принял, которая поклоняется, о которой думает и которой уже говорит вслух. Осталось только действие. Если его спасут, то все равно он наложит на руки, потому что у него уже если не физическое будет самоубийство, то по крайней мере он будет живым трупом. Это точно. Он вычеркивает себя из списка живых. Но понятно, что Иисус Христос, когда говорит, что все видящие меня ругаются надо мною, он здесь не говорит о том, что я лишний. А что он подразумевает здесь? Как вы думаете, какая сторона раскрывается здесь? Одиночество Иисуса Христа. Отвержение. Прежде словами, он один, праведный, а все остальные, к сожалению, его враги неправедные. Он сталкивается с реальностью, что нет праведного ни одного. И поэтому это стимулирует его к чему? Продолжать страдающий путь креста. Это еще большего стимулирует даже в одиночестве, разделении с отцом, переживая состояние, что он не человек, оставаться и думать о людях. Не зря еще на то, что он себя чувствует как черепь, а не человек, потому что в связи с Богом он все равно связан с людьми. И он готов до конца нести это бремя одиночества, чтобы потом с ними соединиться. Поэтому удивительно, что во второй части и сказано, что будет большое потомство. Потомство будет служить ему и будет называться Господним вовек. Стих 31. Он видит это будущее потомство, этот плод его страдания. Хорошо. давайте мы посмотрим на девятости. Эта цитата действительно прозвучала из уст людей, которые окружали Иисуса Христа. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. А как это связано с Ио? как насмешка, да? Да, здесь насмешка. Согласны? И по отношению к Иоуу, к сожалению, проявляли насмешку. Мало того, что начали обвинять его, они начали еще насмехаться. Мало того, что они доказывали свою справедливость и неправоту Иоа, они еще его добивали. Сбили с ног и добивали ногами, грубо выражаясь. Десятый стих. Что это нам напоминает? На что это указывает жизнь Иисуса Христа и жизни Иоа? Пожалуйста. Пожалуйста. Кто хочет ответить на этот вопрос? Что общего в выражении «Ты извел меня из чрева, вложил меня упование у грудей Матери Моей?» Как это связать с Иисусом Христом? И как это связать с Иоу вам? Десятый стих. Если Иисус Христос молоком Марию питал что? Уверенность и упование, да? то что питал с молоком Матери Иоу и в чем различие его с Иисусом Христом? Не уверен. Помните, он потом будет проклинать свой день рождения. Вот еще один комплекс, который, к сожалению, он перенес с самого детства. Есть люди, которые переживают неуверенность того, что они случайно здесь на земле. Их не ожидали, не желали, но они неожиданно пришли в этот мир. Они нежеланные дети. И каково поведение таких людей? Вы встречались с такими людьми? Пожалуйста, кто хочет прокомментировать, каково же поведение таких людей? Что они делают? Какие мотивы их действий? Добавим. Пожалуйста, кто хочет объяснить? Пожалуйста, микрофон возьмите. Пожалуйста, пожалуйста. Бывают неуверенные очень люди в себе, взмыкаются в себе в усилии. Они не ощущали любви. Они не умеют принимать любовь, самое главное. Согласны? И даже не могут давать любви. А если они не умеют принимать, то как отдавать? Они не понимают, что такое любовь. И поэтому они обделенные. И они чувствуют опять же себя одинокими, никому не нужными, просто существующими. Поэтому где-то подтексты этого мы можем видеть. В жизни его и когда приходит страдание, то открывается уста. Раскрываются все тайны сердца его. Поэтому когда мы общаемся как душепопечители с подопечными, дайте людям выговариваться. Особенно во время подавленности. Не прерывайте их. Пусть говорят, 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 а вы слушайте, слушайте, слушайте. Они будут раскрывать тайны своих сердец. Они будут показывать причину, почему у них эта подавленность. Это очень важный момент, к сожалению, на который не обратили внимание жалкие утешители друзья Иова. Хорошо, 11 стих. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей, ты Бог мой. А что здесь общего с Иисусом Христом, страдающим на Голгофе и состраданиями Иова, согласно книге, второй книге, второй части книги Иова. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, возьмите опять микрофон, мы любим микрофон обозговаривать. И там, и там на Бога упывает. Да. Почему же Иов все-таки стал цельным человеком, да? Что он стал праведным, да? Справедливым. Почему он был богобоязнен, гуляющийся от зла? Почему он был непорочным? Хотя, видите, комплекс был такой, что вроде бы он нежеланный ребенок. Почему? Потому что, невзирая ни на что, Бог был его отцом и заботился от него, и он чувствовал, что Бог с ним. Просто он не понимал его как отца. Никто ему не рассказал об этом. Возможно, у Иова был не очень хороший отец. Что? Мы можем с вами где-то по тексту это видеть. И поэтому он обращается, говорит, ты не отец мой, а ты Бог мой. А вот об Иисусе Христе мы тоже можем сказать, что от чрева матери ты Бог мой, потому что он был зачат от Духа Святого. Иисус Христус всегда помнил себя как Сыном Божьем. Себя как Сыном Божьем. То, что оно выражалось в разных формах, и у него были отношения, мой, личный. Это тайное единение отношений. Она была у Его, и она была также и у Иисуса Христа. Только у Иисуса Христа она была действительно отношение между Отцом и Сыном. А у Ио было, к сожалению, просто Богом, который помогает ему выжить в физической ситуации. Итак, друзья мои, я думаю, мы с вами сделали очень хорошее исследование, увидели параллель, и теперь нам легче будет изучать вторую часть книги Ио. Делаем перерыв.